Чебоксарский район Мы находимся на одном из курганов у села Абашево Чебоксарского района. Это село известно в научной литературе тем, что здесь в 1925 году известный казанский археолог Виктор Федорович Смолин, раскопал три кургана и открыл новую неизвестную до этого культуру, названную Абашевской. Она существовала с конца III тысячелетия до нашей эры по первую треть II тысячелетия до нашей эры. То есть примерно 4000 лет назад существовала эта высокоразвитая культура бронзового века. Еще человек не знал железа, но бронзовые изделия известны, найдены, кстати, в литературе встречаются серпы около села Абашево. Можно отметить, что у них были уже колесницы. То есть это скотоводство, довольно-таки высокоразвитое скотоводство было, возможно и земледелие. То есть это культура мирового масштаба, которая была очень довольно-таки высокоразвитой. В годы Великой Отечественной войны из Чебоксарского района на фронт ушли более 15 тысяч человек. Более 5600 из них сложили головы на поле брони. Район дал стране двух героев Советского Союза, военных летчиков Ивана Герасимова и Михаила Карпеева. Указом главы Чувашии Олега Николаева 2021 год в Чувашии объявлен годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ни в одном учебнике истории не найти упоминаний о строительстве Сурского оборонительного рубежа. Сурский рубеж стал не просто оборонительной линией, а линией собственной жизни. И забывать этот подвиг нам нельзя. Особенно эта память важна для молодежи. Все это прошедшая история, о которой мы сейчас можем узнать только из архивов и книг. Но сохранились еще живые свидетели героического прошлого – дети войны. Наступил 1941 год. Двери в садиках не открылись. Просвучало страшное слово «война». Мы, дети, не особо понимали, что это значило. Но вскоре к осени деревня пустело. Мужиков почти не осталось. Вся тяжесть работ лекла на плечи женщин, стариков и детей. Мама вернулась с работы колхозной и заявила, что ее отправляют на строительные работы. Недельки на две. Она в свою кутылку положила примерно полветра сухарей, полветра сушеной, нарезанной картошки, пару новых лаптей, рукоицы, шестерные и носки. К вечеру следующего дня они добрались до одной из деревень на репке Сура. В первую ночь все семеро остановились и спали на полу. На вторую ночь хозяйка догадалась, постелила золом и накрыла большой домашней тканью. Так каждую ночь она их встречала. И с 41-го года, после ухода отца, ухода матери, мы остались с братом. Ему 9 лет, мне всего лишь 5 кодиков. Так мы стали хозяевами дома на целых 2 месяца. Многовековая история Чебоксарского района богата замечательными людьми и событиями. Однако время не стоит на месте, и сейчас пишется новая история в разных сферах жизни. Чебоксарский район сегодня является динамично развивающейся территорией, имеющей значительный экономический потенциал в самых различных направлениях. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, красивой и гармоничной природе, глубочайшему историческому и культурному наследию, район имеет значительный туристический потенциал, который развит в целую индустрию. Всего насчитывается более 50 объектов туристического показа. На территории района расположено 27 гостиниц и санаториев. В настоящее время современное общество все больше приобщается к возрождению и развитию народных традиций, обычаев и обрядов. Большой интерес своей историчностью и масштабностью представляет этнокомплекс Чемень-Корди, деревни Малой Сунды. Городище Чувашки-Рем создана силами Союза Чувашских краеведов при поддержке администрации Чебоксарского района. Находимся мы здесь на территории старинной почтовой ямской станции Малой Сундырь, Стан-Ял. Проходили здесь купцы, путешественники издревле, из Москвы, в Сибирь и далее в Китай. И было здесь бойкое торговое место, и поэтому было здесь решено воссоздать музей почты и музей суваро-булгарской культуры. Здесь в музее собраны экспонаты силами Союза Чувашских краеведов и местных жителей, которые с любезностью принесли их в дар. В частности, в музее почты воссоздана экспозиция Ямщицкой, где собраны экспонаты, предоставленные семьей последнего ямщика, Погодейкиным Мироном Никифоровичем. Здесь у нас еще находится кафе, колесо и гостиница, где усталые путники могут остановиться и передохнуть. Музей Бичурины «Современность» стал визитной карточкой района. Ежегодно его посещают более 200 туристов ближнего и дальнего зарубежья. «Деревня Кипнеры Чебоксарского района – родина ученого Никиты Яковлевича Бичурина. О нации судят не по низинам, по вершинам. Никита Бичурин – вершинная фигура нации», – говорил Геннадий Никандрович Волков. Первый из Чувашей, член Российской академии наук, Никита Бичурин еще при жизни изумил своими научными достижениями не только русский, но и даже иностранный ученый мир. Бичурин был широко известен в просвещенной России. Его знал Пушкин, о нем писал Белинский. Он еще при жизни был признан великими людьми. С целью дальнейшего изучения его наследия Музей Бичурины «Современность» ежегодно в день его рождения проводят бичуринские чтения. Музей является культурно-образовательным центром, рассказывающим об истории Чебоксарского района и его знаменитых людях. Ишахский краеведческий музей дорожит своей историей. Расположился он в старейшем двухэтажном доме купца Костина XVIII века. Во время Великой Отечественной войны в Ишахах жили 120 эвакуированных ленинградских мальчиков и девочек. Колхозники приняли их как своих детей. Разместили в этом самом двухэтажном здании. Суровые годы войны и Чувашское село навсегда остались в памяти эвакуированных детей. В Ишахском краеведческом музее хранятся документы, письма, фотографии ленинградских детей, которые воспитывались в детском доме села Ишаки в 1943-1948 годах. В музее имеется отдельная экспозиция, посвященная уроженцу деревни Сятра Марги, народного художника РСФСР Владимира Ильича Мешкова. Она побывала на выставках во всех уголках планеты, на Кобе, во Франции, Германии, Гане, Нигерии. Богат Чебоксарский район и мастерами пера, произведения которых стали достоянием литературного наследия Чуваший. В Иковской школе, которую открыл известный чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев, учился выпускник Симбирской чувашской учительской школы, классик чувашской литературы, переводчик, критик и поэт Николай Васильевич Шубосинни. Музыкальные произведения композитора, хорового дирижера Лебедева Германа Степановича, уроженца деревни Салабайкосы, полны сердечной теплоты, оригинальных мелодичных находок. В них явно ощутим национальный колорит. Его песня «Таван Щержив» на стихи Ирии Тукташа была утверждена в качестве государственного гимна Чувашской республики. Базы отдыха и санаторий-профилакторий стали любимым местом для посещения как самих жителей района и города Чебоксары, так и гостей Чуваши. Наш санаторий расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне на живописном берегу реки Волга, в 17 километрах от города Чебоксары. Мы являемся одним из крупных предприятий Чебоксарского района. Санаторий «Волжанка» основан в 1980 году и вот уже много лет является излюбленным местом отдыха и лечения горожан и гостей Чувашской республики. У нас созданы все условия для комфортного отдыха и лечения. Приезжайте к нам всей семьей, с друзьями, с коллегами отдохнуть и насладиться полноценным и интересным отдыхом. Добро пожаловать в наш санаторий! У нас огромный туристический комплекс, который включает в себя банный комплекс, ресторанные услуги, ресторанный комплекс, получается, гостевые дома для отдыха и очень много площадок, которые расположены территориально на нашей базе под открытым воздухом. В общем-то, на самом деле, все получают удовольствие. Чебоксарский район богат духовным наследием. Паломничество и посещение святых источников наполняют души людей светом христианского православия. Район отличается тем, что здесь имеются уникальные образцы храмовой архитектуры. В начале XIX века на территории района начали возводиться первые архитектурные памятники истории и культуры – церкви, которые сохранились и по сей день. В селе Янгильдина каменный православный храм в честь Рождества Христова построен в 1908 году на средство прихожан на месте старого деревянного. Ишакскую церковь начали строить еще в 1754 году. Этот храм до революции считался самым большим в Чувашии. Храм был, конечно, великолепный, красивый, но в безбожное время его разрушили. В 1933 году разрушили этот храм до основания. Вот со временем вера среди людей не пропала. С такой надеждой начали строить новый храм, который стоит вот сейчас, на данный момент этот храм. Есть у нас хороший источник, целебный источник. Тоже приходят, купаются. В храме ныне находятся благодатные древние иконы Тихвинской Божией Матери, Николая Чудотворца, а бабушки откуда-то принесли старую икону святого Авраамия Булгарского. Святые источники, пользующиеся большой популярностью среди жителей Чувашии и ее гостей, имеются возле села Абашево и деревни Ердово. В Чебоксарском районе стабильно развиваются учреждения социальной сферы. Ежегодно в районе ведется работа по повышению доступности и качества образования. В деревне Большие Катраси открылся детский сад «Мечта». Долгие годы жители деревни Большие Катраси ждали строительства этого детского сада. И вот в июле 2019 года началась его история строительства этого детского сада. И уже в сентябре 2020 года мы смогли его открыть. В детском саду функционирует современный музыкальный зал, спортивный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет коррекционной работы. Больший Катраси детский сад «Мечта» является самым современным детским садом Чебоксарского района. И хотелось бы, чтобы подобные детские сады появлялись в других населенных пунктах. Мы очень ждали, что открылся наш садик. У меня четверо детей, и все они ходят в этот хороший, отличный садик. Открытие нового садика стало большим импульсом для развития нашего села. Ежегодно в районе появляются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На сегодняшний день они функционируют в 12 школах района. В рамках национального проекта «Культура» в деревне Курмыши открылась первая в республике библиотека нового поколения. Распахнул свои двери новый дом культуры в селе Янгильдина. Спорт и здоровый образ жизни являются необходимым условием качества жизни современного человека. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Улыб» является основным спортивным объектом района. Ежегодно его посещают более 500 тысяч человек. В селе Яшлее состоялось открытие футбольного поля с искусственным покрытием. Начато строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Поднялся сам? Помоги своим близким. По такому принципу живут созидательные люди. Среди них Альбина Егоровна Егорова, уроженка села Абашево, Чувашский и российский государственный деятель, председатель Государственного совета Чувашской республики, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Ну и работая уже в районе, я чувствовала ответственность перед своими родителями, во-первых, то, что они всю жизнь трудились именно в родном районе, куда они уходили. И мою необходимость, присутствие в районе, мое знание. Хотела, чтобы как-то район развивался. Отношение к работе было таковым, чтобы каждый, кто приходил ко мне за помощью, я хотела, чтобы им была оказана помощь обязательно в решении их вопроса. Получалось? Получалось, получалось. Поэтому, наверное, как-то уже потом, последующим, когда с людьми общаешься, все-таки доверили мне быть депутатом Госсовета Чувашской республики. Никогда не думала, что я стану депутатом Госсовета. Совсем недавно покинула нас человек-легенда Чувашей Мария Симакова, которая прошла путь от простой вышивальщицы чувашских узоров до художника высокого уровня. С Марией Васильевной Симаковой я познакомилась в летом 2019 года. Тогда она пришла в Чувашское книжное издательство, и у нее было пожелание издать книгу, в которой собраны были бы ее работы. Мы начали работу, действительно, в 2019 году. Как и планировалось, книга вышла в свет в Дню Республики. К сожалению, Мария Васильевна сама не дожила до этого момента. Она очень ждала эту книгу, но мы выполнили свое обещание. Сегодня эта книга представлена уже широкому кругу читателей. Уроженка села Абашево 30 лет проработала на фабрике Паха-Терри. Мастерица владела секретами большого количества старинных швов. Ее работы хранятся в Государственном музее этнографии города Санкт-Петербург. В Чувашском национальном музее более 100 работ. Заслуженный художник Российской Федерации щедро делилась своими умениями и знаниями с подрастающим поколением. Продукция фабрики Паха-Терри известна во всем мире. Фирма художественных промыслов Паха-Терри является уникальным предприятием для Чебоксарского района. Потому что именно на нашем предприятии используются три вида вышивки. Из покон веков ручная, вышивка автомат, машинная вышивка. Мы продолжаем наследие, то наследие, которое нам дали наши предки для наших потомков. Поэтому наше предприятие считается уникальным. Всемирное признание получила чувашская компания Геона. Она завоевала прочные позиции и репутацию производителя дверей только с самого высокого качества. Фабрика дверей Геона основана в 2000 году и за 21 год стала ведущим предприятием отрасли. Мы производим межкомнатные входные двери, специализированные противопожарные двери и интерьерные решения. Сейчас компания Геона имеет три производственные фабрики в селе Чемурша, Синьялы и Новочебоксарске. Со значительными производственными мощностями. Геона – это сильный бренд, признанный покупателями. И это означает, что мы идем правильным путем. На сегодня дилерская сеть состоит из более 500 торговых представительств России, странах СНГ, а также США, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратов. И мы продолжаем открывать новые границы по поставке дверей в самые отдаленные уголки мира. Хлебопекарня «Колосок» является одной из самых востребованных в Чебоксарском районе производителем хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий недлительного хранения. То есть продукции из чистого экологического сырья без добавления улучшителей. Продукция у нас поставляется в город Чебоксары, город Новочебоксарск, Чебоксарский район, также город Севельск и Севельского района. Продукция пользуется очень большим спросом, поэтому мы в последнее время даже не успеваем выпускать, и мы решили новые линии запускать. В число лучших предприятий района входят также общества с ограниченной ответственностью. Торговое предприятие «Сувар-2», «Энергия», «Зодчий центр», «Импресса», «Полинда», «Тарават», «Мега-Юрма», акционерное общество «Агрофирма» «Альдеевская», закрытое акционерное общество «Прогресс» и другие. С 2020 года на территории Атлашевского сельского поселения на полную мощность начал работать крупнейший в республике тепличный комплекс «Новочебоксарский». Наш тепличный комплекс «Новочебоксарский» – это комплекс пятого поколения. На данный момент на тепличном комплексе работает порядка 500 человек, в том числе дает большие отчисления в бюджет «Чебоксарского района». География реализации нашей продукции, можно сказать, от Калининграда до Омска, плюс продуктовые сети, такие как «пятерочка», «магнит», «лента», «метра» и так далее. Ну и могу сказать, что плановый объем реализации продукции в 2021 году – это 19 тысяч тонн. Предпринимательство – одно из важнейших составляющих современной экономики ярких черт людей Чебоксарского района. Фермерское хозяйство Арины Платоновой в деревне Хазандайкино занимается выращиванием клубники итальянского сорта «Мурану». Получение грантовой поддержки по программе «Начинающий фермер» способствовало расширению площадей до 5 гектаров. В 2019 году наше хозяйство начало деятельность с выращивания земляники в Садовой. На сегодняшний день формировали кооператив «Чебоксарская ягода». В этом году на новом участке, там через дорогу, у нас сейчас там 6 гектаров под овцом, будем высаживаться, перепахивать. Будет строительство нового цеха, там мы планируем начать переработку. Сейчас переработка осуществляется более бытовым методом. Мы производим чипсы, пастилу, ну и, соответственно, работаем на рынке северных регионов и на Москву. В 2020 году организация «Чеба Милк» завершила расширение животноводческого комплекса по производству молока с содержанием до 1200 голов крупного рогатого скота. В данном комплексе использованы ведущие технологии по обеспечению энергоэффективности. Цель проекта – использование всех самых прогрессивных технологий в области животноводства, минимальное использование ручного труда. Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры является социально значимым предприятием района, от успешной работы которого зависит обеспеченность населения рабочими местами. Основная продукция предприятия – комплектное распределительное устройство для учета и распределения электрической энергии в распределительных и трансформаторных подстанциях 6-10 кВ. «Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры является одним из самых главных предприятий Чебоксарского района, но также и важным предприятием Чуварской республики. Об этом предприятии знают многие по всей стране. Главные наши заказчики – это такие знаменитые компании, как «Лукоил», «Транснефть», «Роснефть», «Татнефть». В настоящее время изготавливается продукция для «Росатома». Поэтому у завода довольно-таки огромная история, солидные партнеры, и мы всегда смотрим вперед и в будущее. Акционерное общество «Чебоксарский электромеханический завод» является одним из ведущих производителей электротехнической продукции для отраслений в тегасовой, энергетической, металлургической промышленности и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Предприятие успешно осуществляет разработку нового оборудования и технологии его производства, изыскивает возможности вкладывать средства в новые производственные мощности. Ежегодно на нашей территории появляются новые цеха, необходимые нам для того, чтобы обеспечить наших клиентов нашей продукции. То есть спрос на нашу продукцию растет, и, соответственно, нам требуются новые мощности. Но зачастую сталкиваемся с большой проблемой, потому что не хватает специалистов в нашем заводе. То есть хотелось бы видеть новых специалистов, то есть с новыми силами, с новой кровью, как говорится, чтобы наше производство росло дальше и дальше, и тем самым подымало и наш Чебоксарский район. Николай Евгеньевич, у вас работа непочатый край и перспективы. Но, наверное, все равно, когда у вас выпадают минуты отдыха, наверное, вы мечтаете. Вот в своих мечтах лет через 50, да, вот вы отработаете, вы будете уважаемым уже человеком преклонных лет. Каким вы видите свой, да, родной Чебоксарский район? Я через 50. Были такие мечты? Как-то, наверное, думали об этом? Ну, конечно, думал, но как бы так глубоко, наверное, не задумывался. Но вот как бы сейчас хочу, конечно, сказать, чтобы он... Хотелось бы, конечно, экономически развитым был, благоустроенным, чтобы люди, живя в Чебоксарском районе, получали все удобства, все качества, и чтобы люди хотели жить в районе, работать, создавать крепкие семьи и, конечно, работать во благо нашего же района, и чтобы отношения были хорошие между людьми, и чтобы все было у нас хорошо. Ну, еще, конечно же, вот мы говорим сейчас, дороги мы ремонтируем, водопроводные сети ремонтируем, много школы устроим, там, да, садик мы сейчас в 20-м году взяли в Больших Катрасе. Чтобы это было, чтобы... Это чтобы нужно, чтобы для этого должны быть люди, население должно быть. Чтобы мы рожали побольше детей. В семье, чтобы было не менее трех детей. Тогда все будет хорошо у нас. Если дети будут, значит, есть куда стремиться. Двигаться вперед. Все, лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...